С развитием масштабной кампании против коронавируса остаются актуальными вопросы. Стоит ли прививаться и как выбрать вакцину? Ответ в большом интервью эксперта Казанского университета. С появлением новых вакцин от коронавируса растет и количество мифов. Одни говорят, что вирусные частицы в эпиваке лишь провоцируют заболевание, а в кавиваке наоборот, убиты настолько, что не помогают иммунитету. Что стоит за этими историями? Страшная правда или непроверенные слухи? По спутнику вообще ни у кого в мире вопросов нет, потому что опубликовали все данные в ведущем медицинском журнале международном. Lancet. И производители, разработчики раскрыли всю информацию по этой вакцине. Чего не произошло для эпивак короны и кавивака. Это не значит, что они не работают. Просто, как я уже сказал, степень открытости не позволяет специалистам в области независимо провести экспертизу. Немало вопросов вызывает и периодический ввод ограничений для непривитых граждан в отдельных регионах страны. Когда наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации все-таки оказывается обязательным, многие отдают предпочтение спутнику. Привиться можно и одним компонентом, считают в народе. Но хватит ли этого, чтобы получить заветную бумажку? Чтобы получить сертификат прививки, все-таки нужно прививаться, чтобы на коробочке было написано «Спутник Лайт». Потому что если вы пойдете и приведетесь спутником Ви первым уколом, но не сделаете вторым, с биологической точки зрения вы вкололи абсолютно тот же самый препарат. Но с юридической точки зрения «Спутник Ви» вы обязаны уколоться и второй раз, вторым компонентом, для того, чтобы система вас зарегистрировала как полностью привитым. Однако сертификаты вакцинации вряд ли отпугнут новые штаммы инфекции. Сегодня их семь, и вирус продолжает мутировать. Насколько эффективны существующие препараты в борьбе с пандемией коронавируса? Защита после двух уколов спутником составляет на уровне 93%. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80%, что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50%. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, нужно не забывать, что с одной стороны есть опасность побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе серьезных побочных эффектов, один на сто тысяч или даже один на миллион. А с другой стороны, есть последствия перенесенного заболевания. То есть, если ты заболеешь, то у тебя шанс умереть несколько процентов, а еще 20-30%, что у тебя будет тяжело протекать заболевание. Но даже если оно протекает в легкой форме, это потребует несколько месяцев восстановления после этого заболевания. Вот ты и думаешь. То ли вакцинироваться и, скорее всего, ну не скорее всего, а максимум, что тебе грозит, это один-два дня легкого недомогания, либо переболеть и на своей шкуре испытать всю тяжесть побочных эффектов от этого очень тяжелого заболевания. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3200. Полное интервью с Альбертом Резвановым доступно на нашем сайте и в социальных сетях. Ариадна Кугушева, Универньюз. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok